Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Пашки Ивич Анна, рассказываю о том, как важна и цена солома на наших участках, на наших огородах и на наших полях. Солома является ценным органическим растительным продуктом, который разрыхляет почву, улучшает воздухообмен, способствует более низкому испарению влаги из почвы, порядка 20-22% влаги в почве сохраняется дополнительно за счет соломы. Также она повышает содержание полезной микрофлоры и, в общем, повышает плодородие наших почв. Особенно актуально внесение соломы в почву для тех грунтов, которые тяжелые, плотные, глинистые. Солома так давно используется в огородничестве, что в переводе с английского клубника означает соломенная ягода, а в Америке порядка 65% растительной органики вносится в землю при помощи соломы. Солому можно запахивать, заделывать, ее можно вносить в различные органические траншеи, в ямы, в короба. Ею можно укрывать посевы, посадки, использовать в качестве эмульчирующего материала. И многие другие применения наверняка найдутся соломе не только в огороде, но и у нас на участке. Солома содержит порядка 40% углерода, 0,5% азота, 0,25% фосфора и порядка 1% калия. Это основные макроэлементы. Также там длинный список различных микроэлементов. Ввиду того, что солома содержит большое количество углерода, она долго перепревает в почве. Поэтому лучше ее не запахивать, а заделывать на небольшую глубину. Для ускорения перепревания соломы лучше использовать различные деструкторы или гумификаторы, которые будут способствовать разложению органических растительных остатков. После того, как мы вносим в почву солому, мы увеличиваем содержание в ней полезной микрофлоры. Но нужно понимать, что ввиду низкого содержания азота, микроорганизмы будут использовать азот, который находится в почве. И таким образом, чтобы избежать азотного голодания последующими нашими растениями, необходимо дополнительно вносить соломой в почву азотсодержащие компоненты. Например, минеральные карбамид, аммиачная селитра, жидкое удобрение КАЗ-2. Также можно найти и вносить различные органоминеральные удобрения с повышенным содержанием азота. Если вы сторонник органического земледелия, то наряду с соломой можно вносить различного рода пометы. Например, куриный, голубиный, а также подойдут различные навозы. Солому нужно стараться вносить в почву, распределяя ее максимально равномерно. Поскольку при разложении соломы будет выделяться некоторое количество фенольных соединений, которые в большой концентрации будут губительно воздействовать на наш следующий урожай. Как часто вносить солому в почву? Достаточно делать эту процедуру один раз в 3-4 года, поскольку именно за этот период идет полное разложение соломы в земле. В качестве помощника на участке можно использовать солому буквально от всех злаковых культур. Конечно, лучшей соломой будет признана солома от злаковых культур. Неплохая солома от овса, от ячменя, от пшеницы и от ржи. Если у вас есть выбор между соломой от яровых и от азимых культур, то лучше его сделать в пользу первых, потому что они будут характеризоваться большим накоплением азота в качестве элемента в соломе. Надеюсь, с этим видео вы разберетесь, насколько цена солома и насколько она необходима к применению в овощеводческом хозяйстве. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Оставайтесь на канале Процветок. Не забывайте про лайки и подписки. До новых встреч!